Здравствуйте! В эфире программа «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. Два человека погибли и еще несколько получили травмы. В Волжском районе на третьем километре автодороги Николаевка-Черновский произошла авария с участием четырех автомобилей. Наш корреспондент продолжит. По данным инспекторов ДПС, дорожная авария произошла около шести часов вечера. 19-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу. По ней в этот момент ехала ВАЗовская «десятка». Столкновения избежать не удалось. Hyundai перелетел через легковушку, покасательный ударил по крышу Mitsubishi, двигавшейся за «десяткой». После этого вновь оказался на асфальте и протаранил еще одну легковушку. После столкновения автомашины Mitsubishi Lancer, ВАЗ-2110 и Deonexi допустили съезд в кювет. В результате данного транспортного происшествия погиб на месте водитель автомашины Hyundai Solaris. Пассажирка автомашины ВАЗ-2110 и девушка 22 лет. Водитель ВАЗовской «десятки» получил тяжелые травмы. Чтобы извлечь его из искороженного автомобиля, понадобилась помощь спасателей. С помощью гидроинструмента отжали стойки, срезали крышу, извлекли пострадавшего. С черепно-мозговой травмой. Медицинская помощь потребовалась и трехлетнему ребенку, пассажиру «десятки», а сейчас он находится в реанимации больницы Калинина. По данным полиции, водитель Hyundai права получил меньше года назад. Причину и виновника ДТП установят следователи. Еще одно ДТП, в котором пострадали два человека. Авария произошла неподалеку от поселка Управленческий. Около 7 часов вечера на дороге столкнулись внедорожник Toyota и кроссовер LeFan. За рулем китайской иномарки находилась 26-летняя девушка. По данным полиции, водительские права она получила всего несколько дней назад. Возвуждено административное расследование. Предварительно водитель автомашины LeFan допустил выезд на полосу встречного движения и произошло столкновение с машиной Toyota. Пострадали водитель автомашины LeFan и пассажир. Две молодые девушки. Чтобы достать пострадавших из автомобиля, понадобилась помощь спасателей. Водителей пассажиров LeFan на карете скорой помощи доставили в больницу Калинина. Водитель и пассажиры Toyota не пострадали. Подвез, ограбил, вдобавок изнасиловал. Полицейские по горячим следам задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 26-летний житель Пестравского района. Подробности в нашем сюжете. В отделе полиции подозреваемый в ограблении и изнасиловании уже не так уверен в себе, как до задержания. Все произошло в Пестравском районе. Поздним вечером 46-летняя женщина возвращалась домой с работы. Подвезти ее любезно предложил незнакомец на вазовской классике. Только додумав тот вечер, пострадавшая так и не доехала. Представил мне что-то острое и говорит, давай деньги. У меня потайной карманчик был, там 900 рублей было еще. Он меня выхватил, говорит, что ты врешь, нашел эти деньги. Ну и за то, что ты обманул меня, давай раздевайся. Я уже одеваться начал, он пошел ножик убирать в багажник и сел сзади меня. Сел сзади меня и накинул веревку, сзади начал душить. После этого злоумышленник вытащил женщину из машины и продолжил душить уже на улице. Но потом его что-то спугнуло. Бросив жертву, он сел в машину и скрылся. В полицию женщина обратилась на следующий день. Раскрытие этого преступления осложнялось тем, что она достаточно плохо запомнила внешность нападающего, достаточно плохо запомнила автомобиль, она даже в марке автомобиля путалась. Задержанный официально нигде не работает, говорит, зарабатывал на жизнь продажей червей и частным извозом. Несколько лет назад был судим за кражу, но отделался условным сроком. На данный момент решается вопрос о возбуждении еще ряда уголовных дел в отношении подозреваемого. Кроме того, следствие не исключает причастность данного мужчины к совершению преступлений аналогичного характера. Вину и наказание задержанному определит суд, ведется следствие. Подсудимая сбежала из зала суда прямо перед началом процесса. Это произошло в суде Октябрьского района. Жительница Самарской области Наталья Волобуева вместе с бывшим сотрудником областного госнаркоконтроля обвиняются в посредничестве в даче взятки. Подробности далее. Жительницу Самарской области Наталью Волобуеву и бывшего следователя областного управления наркоконтроля Владислава Житяева в сентябре прошлого года задержали сотрудники отдела собственной безопасности ОФСКН. Подсудимые пытались передать одному из следователей управления 150 тысяч рублей. Взамен попросили переквалифицировать находящееся в его производстве уголовное дело одной из подследственных на более мягкую статью. Мера пресечения подсудимым была избрана в виде подписки о невыезде. На сутки велись оба, но уже через несколько минут Наталья Волобуева и след простыл. Вопрос о внесении обвинительного либо иного вида приговора будет решаться в итоге судом. На мой взгляд, прокуратурой района и следственным органам представлено достаточно доказательств для принятия, для того, чтобы суд принял законное обоснованное решение. Для адвоката поступок его подзащитный также оказался полной неожиданностью. Объяснить поведение Волобуевой он не смог. Я вместе с вами нахожусь в недоумении. Даже не могу ничего вам сказать. Я думаю, что в следующее судебное заседание явка моя подзащитная будет обеспечена. Оставшийся в зале суда бывший наркополицейский Владислав Житяев своей вины не отрицает, но общаться с прессой отказывается. Дело рассматривают в особом порядке. Если подсудимую все же удастся найти, мера пресечения может быть изменена на более суровую, вплоть до заключения под стражу. В центре Самары на пересечении Московского шоссе и проспекта Масленниково днем из-под земли повалил дым. На место прибыло три пожарных расчета. Выяснилось, горят теплосети. Рядом находится кафе. Очевидцы говорят, внутри теплотрассы долгое время проживают лица без определенного места жительства, по вине которых, скорее всего, и случился пожар. Руководство кафе уверяет, не раз обращались в полицию и теплосети. Но результата не было. Они живут прямо там, внутри. И живут семьями, и живет там достаточно много человек. Они не стесняются вылазить из-за дня и залазить. То есть они живут своей жизнью. Они привозят мебель, кресло. Они летом вообще располагались здесь на лужайке, спали и ведут семейный образ жизни. Там произошел какой-то взрыв. То есть о том, что, может быть, они туда принесли какой-то газовый баллон и что-то там, то есть они же обживаются. После того, как пожар потушили, спасатели обследовали территорию. Пострадавших не обнаружено. В этом году вероятность возгораний в лесной зоне велика. Такой вывод сделали спасатели, исходя из прогнозов Росгидромета. В прошлом году в лесах губернии произошло 30 пожаров. Чтобы ликвидировать ЧП в кратчайшие сроки в регионе, прошли плановые учения. На учениях даже огонь удается укоротить, хотя вспыхивают сухие ветки с одной спички и в считанные секунды. Леса в Самарской области занимают площадь более чем в 700 тысяч гектаров. Часть из них в Красноярском, Ставропольском, Сызранском, Шигонском и Кенельском районах губернии относится к классу высокой пожарной опасности. Леса там хвойные. По словам специалистов, основной причиной в изгорании становится неосторожное обращение с огнем. Мы начнем патрулирование лесных участков в усиленном варианте. Сейчас составлены графики, обеспечены всем необходимым, укомплектованы машинами. За последние три года парк лесопожарной техники обновился почти на 70%. Увеличен и штат лесников. Усилено и патрулирование. Проложено около 200 маршрутов. Лесные инспекторы наблюдают за порядком в лесах и в режиме онлайн. Видеомониторинг охватывает порядка 90% лесного фонда области. Камеры наблюдения установлены на вышках сотовой связи. И тут же связь идет, команда на место дислокации наших пожарной части, там, где этот очаг возник, ну и принимают сми. Первыми на тушение пожаров, как правило, выдвигается техника и личный состав пожарно-химических станций, которые дислоцируются в непосредственной близости от леса. В тушении используют даже железнодорожную и сельхозтехнику. Чтобы пламя не распространилось дальше, зону риска перепахивают плугом. Поддержку с воздуха оказывает авиация. На этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим.